Девушки отдыхают Приветствую, юных любителей математики! Здравствуйте, коллеги! Добрый день, профессор Пифагор! Раз, два, три, четыре, пять Вышел зайчик погулять Профессор, ну что это вы? Считалочку рассказывайте А чтобы вы ответили Количественный или порядковый счет в этой считалочке? А-а-а! Раз, два, три Наверное, порядковый Ой, нет, нет, количественный Немножко запуталась, да? Чуть-чуть Профессор, а можно эту же считалочку переделать так? Чтобы счет в ней был порядковый Интересное предложение А давайте Вот что Попробуйте сделать это самостоятельно Можно так Первый, второй, третий, четвертый, пятый зайчики Вышли на лужок понюхать одуванчики Очень-очень неплохо, зубов А как продолжим? Друг охотник выбегает и все одуванчики срывает Нет, пусть тоже нюхает Когда одуванчики цветут, такая красотища Верно, что ж, разминку мы провели А теперь объявляю тему сегодняшнего урока Задачки начетные и нечетные А что такое четные и нечетные? Извините, я забыла Кто поможет Шуне вспомнить? А, зубок? Четные – это такие числа, которые можно поделить поровну Веснушка, а ты что скажешь? А я запомнила вот как Четные – это которые делятся пополам Вот у меня два карандаша Один мне, другой Шуне А мне? Тебе? Тогда нужно три карандаша Но ведь три – это нечетное, по-моему, число Веснушка, а ты совершенно права Два – число четное, три – число нечетное Четные числа делятся поровну на две равные части Ну, вспомнила Шуня? Ага, а еще я вспомнила стишок Два, четыре, шесть и восемь В гости к нам прийти попросим Чтобы поровну делить Надо браться и четным быть! Этот стишок Хорошо помогает запомнить Четные числа Два, четыре, шесть, восемь А потом? Десять Дальше через одно Четное – нечетное Четное – нечетное Четное – нечетное Первая задачка В деревянском стае было два быка, две коровы и два телёнка Увидел пастух, две хорошие лужайки с сочной травой задумался Можно ли разделить ста допором? Чтоб половина паслась на одной лужайке, а половина на другой Сейчас сообразим Эм, два быка, две коровы, да два телёнка будет... Шесть Да я сам Шунис, знай, что шесть А шесть число чётное Значит, можно разделить ста допором Верно, смотрите Если к чётному числу прибавить ещё одно чётное А потом ещё одно Словом, прибавить сколько угодно чётных чисел То сумма всегда будет чётным числом Профессор, давайте ещё задачку Пожалуйста Пасётся стада на двух лужайках И тут приходят три подружки ко сну И предлагают пастуху Семёну Давайте разделимся на две команды и поиграем в футбол А пастух будет судьёй Как вы думаете, получится у них поделиться на две равные команды? Надо посчитать Два быка, две коровы, два телёнка, всего шесть Это мы уже знаем А теперь к шести прибавим три Три козы Будет девять Ничего у них с футболом не получится А девять число нечётное А может получится Если пастух Семён тоже будет в футбол играть Хм, девять плюс один – десять Хм, вот видите, десять число чётное Заметьте, друзья мои Если мы к чётному числу прибавим нечётное То получится всегда Нечётное число А если к нечётному числу прибавим ещё одно нечётное То выйдет Чётное число Продолжим Играл пастух Семён со своим стадом в футбол до самого вечера Потом одна коза ушла гулять Маленькие телятки пошли спать Задумал Семён с оставшимся стадом пять частушки Половина стад запевает, половина подпевает Пастух на баяне Вот получится у Семёна поделить оставшиеся стадо поровну В стаде было девять животных Одна коза ушла Девять минус один – восемь Два телёнка отправились спать Восемь минус два – шесть Шесть чётное Поровну делится Молодец! А что дальше было с пастухом и его стадом? Ещё одну козу хозяйку его Из чёткого Вычесть нечётная будет нечётная Значит, осталось пять животных Два быка, две коровы и одна коза Два быка ушли Ну, решили пободаться А две коровы пошли ушли Пять минус четыре – один Нечётное минус чётное Получим опять нечётное число И остался пастух Семён с одной козой Вот так история длинная Ребята, попробуйте и сами придумать какую-нибудь историю с примерами на чётные и нечётные числа А урок наш закончен До встречи в Шишкиной школе Юные любители математики Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok